Управляющие компании стали совсем неуправляемыми, так заявили на совещании. В качестве доказательств демонстрировали фотографии неготовых к отопительному периоду домов, грязных дворов, называли суммы задолженности перед АКС. На сегодняшний день долг компании почти 890 миллионов рублей. Все соответствующие документы пообещали передать в городскую прокуратуру. По тем долгам, то что перед АКС управляющие компании имеют, мы сейчас уже также начинаем проверки, начали проверки. Уже сейчас возникает масса вопросов, когда при наличии значительных долгов производятся беспроцентные займы и так далее. Неизвестно, в каких направлениях денежные средства уходят. Должны не они, а им, уверяют в управляющих компаниях. Деньги не перечисляют сами жители. Кроме того, часть долга 18% НДС, которые, как считают, с них берут незаконно. Некоторые даже доказывают это в суде. Но по сведениям администрации не платят компании не только этот пресловутый процент. Есть также опасения, что часть долга с жителей все-таки собрали, но до коммунальщиков просто не донесли. В некоторых управляющих компаниях работают свои расчетно-кассовые центры. Причем работают буквально последние дни, прозвучало на совещании. Создается общая расчетная РКЦ по всей Московской области. Где сейчас создавались вот этими по всем городам муниципальные РКЦ, затем перейдут все в областную систему. До 1 января принято решение губернаторам всех перевести на единую систему РКЦ. Всех, кто не захочет с нами работать, тот уйдет с этого бизнеса, сразу говорю. Бурного недовольства по поводу лишения своих РКЦ в компаниях не выказали. Но то, что работают плохо, категорически не согласны. Один представитель даже сорвал за это бурные аплодисменты. Когда я услышал, что мы плохо работаем, меня, конечно, задело. И идет такое сейчас вот... Я показал, я же не слышал. Я вам показал, я же говорю, что вы все услышали, посмотрите. Павел Викторович, теперь, чем мы больше делаем для жильцов, тем у них вопросов требования больше. Вот у меня требования тоже к вам, но я вам не звоню. Почему свет выключается, частенько стало вечером освещение наружное. Но я же не звоню. А каждый жилец звонит и вам. Некоторые вопросы решали уже за закрытыми дверями, к чему в итоге пришли неизвестно, но приватная встреча прошла на повышенных тонах. Ольга Канюшкина, Иван Черных, Альфа Новости. Иван Черных.